Ну что ж, друзья мои, продолжаем наш эфир, сегодняшний прямой. Повторяю, что готов отвечать на ваши вопросы. Знаете, когда-то лет, наверное, 15 назад, ну, в самом начале, наверное, вот программ здесь вот на СГУ-ТВ, я, однажды мне позвонил домой доктор. Он представился как доктор, как терапевт, и речь шла о воде. Почему я говорю о том, что вот столько воды надо много пить? Тогда это было время, когда меня топтали со всех сторон. И первый вопрос у меня был такой. Ну хорошо, вот вы пьёте воду и говорите о том, что надо пить воду. А вот суп, а вот компот, а вот это разве не вода? Это не это? Я сказал, нет, это не вода. Это еда. И вчера, неожиданно для себя, я попадаю на телевидение, на программу, в которой диетологи разных-разных-разных мастей говорят, что нельзя, вода – это вода, а вот компоты и всё остальное, супы, всякие бульоны – это еда. И это абсолютно правильно. И это правильно. И я горжусь, наверное, что я самый первый начал об этом говорить. Я слушаю. Алло, я слушаю. Я говорю, Анатолий Фимович мне нужен. Я вас слушаю. Анатолий Фимович. Я слушаю вас. Здравствуйте. Здрасте. Я хотела бы, Анатолий Фимович, чтобы вы помогли мне скорректировать программу по очищению организма. Простите, как вас зовут? Меня зовут Светлана Александровна. Да откуда вы? Я звоню из Томска. Хороший город. Хороший город. Анатолий Фимович, проблем, как говорится, много, если их перечислять. Но при всём при этом я как бы неплохо себя чувствую. Хорошо. Я назову. Вот у меня сахарный диабет. А, да. Удалён желчный пузырь. Так. Шесть с половиной лет назад. Ну, конечно, проблемы с позвоночником есть. Я прошу прощения. А почему был удалён был желчный пузырь? Из-за камней или какая-то другая причина? Из-за камней под скорой увезли. Так, понятно. Вот. Потом есть проблемы, видимо, с кровообращением ишемия головного мозга. И на этом фоне у меня деструкция стекловидного тела обоих глаз. Вот. Ну, и очень сильно меня беспокоит герпес. Он у меня находится в нижней части. Бывает в паху. Но не на слизистых. Бывает там между ягодицами, на женских органах. Но не на слизистых, а на кожных покровах. Вот. Вот такие как бы проблемы. Ну, и желудочно-кишечный тракт стал в последнее время как бы... То есть синдром раздражённой кишки. Я делала ФГС, фиброгастроскопия. И там у меня, ну, как бы поверхностный гастрит. И как на протяжении уже многих лет, я не раз делала, как синдром манной крупы. Вот врач, который делает этот анализ, он говорит, возможно, это афистархоз. Потому что вот такую картину даёт... Это похоже. Это да, это похоже. Да. Но я лечила афистархоз в 2003 году, травила давным-давно. Ну вот. Ну, он остался? Ну, вы знаете, вот на сегодняшний день нет у меня желудочного пузыря. И никто, как бы, уже зондироваться нельзя. А на яйца глист там носила подряд три раза ничего не находят. Понятно. Ну, и сами анализы, в принципе, в пределах нормы. Даже при сахарном диабете. Но постоянно у меня высокое соя. Даже на первом месяце января 2016 года доходило до 60. Сейчас соя где-то в пределах 37 на середину июля я сдавала. На фоне противовоспалительных препаратов? Ну, скорее всего, я думаю, что, наверное, это всё-таки герпес такую картину даёт. Потому что он настолько беспокоит и стал частым. Светлана Александровна, вы принимаете сейчас противовоспалительные? Ну, вот я против герпеса, когда он меня беспокоит, валвир попринимаю там дня 3-4-5. Ну, а больше никаких. Потому что я обращалась к инфекционисту. Он ничего особенного не сказал. Вот эти валвир, волосцикловир, вот эти, как бы назначил. Но вот таким образом. Светлана Александровна, в Томске, такой интеллигентный очень город. Да, да. Есть у вас специалисты, врачи по специальности иммунологи? Угу, есть, есть. Обязательно сходите к иммунологу, обязательно. Угу, сделать иммунный статус? Да, скрининг иммунного статуса пусть сделают. Угу, хорошо. Потому что у вас герпеса, это проблема иммунитета всегда. Угу, угу. Понимаете, и вы можете по поводу... По поводу герпеса, вы можете принимать огромное количество лекарств, того, противовоспалительных и противовирусных. Оно все так. Просто герпес сопровождает человека всю жизнь. И если у него нет высыпания и никаких вот таких проявлений герпеса нет, это не значит, что у него герпеса нет. А у вас явная манифестация герпеса. Я это понимаю. Понимаете, поэтому обязательно надо сходить к иммунологу, и он в этой ситуации вам точно поможет. Угу. Хорошо, хорошо. И вот тут я говорю, что вы, пожалуйста, не задерживайтесь, потому что у вас много проблем, которые есть в организме, они связаны как раз с недостаточностью работы иммунной системы. Понимаете? Ну да, да. И это могло произойти тогда, когда вы воевали с вашими, с апистами. Понятно? Апистархозами вот этим? Да, 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 да. Понятно? Ну, один раз мне в клинике пролечили, да, его. Ну вот, понимаете, это очень... Апистархоз очень трудно лечится, и там препараты очень серьезные принимаются, понимаете? Поэтому так, ну, хорошо, давайте вернемся к вашему вопросу. Как начинать, что вы хотели? Ну, я хотела, как бы, чтобы вы помогли в плане том, как мне правильно составить программу по очищению своего организма. А как вы думаете? Ну, вы знаете, что мы с мужем вас слушаем, конечно, тоже начали слушать. Когда-то вы по Центральным каналам, по-моему, выступали давным-давно. Тогда я работала, и возможностей не было. А на сегодняшний день мы даже вот перед Новым годом пропили один месяц, один месяц петрушку со смородина, потом петрушка, и перед самой едой пропили корень лопуха. Ага, так. Затем мы сделали, значит, мы сделали, как же это называется, понижение холестерина. У меня высокий холестерин. То есть вы провели ножпу и аллахол? Провела ножпу и аллахол, и потом, не знаю, правильно ли мы сделали, пропили две недели бифунгин. Ну, правильно, правильно. Бифунгин там, как антиоксидант, он очень тоже неплох. Угу. Вот пропили две недели, там начали с пол чайной ложечки бифунгина три раза в день, и вот пропили. Светлана Александровна, скажите, а что-нибудь изменилось за это время, пока вот вы это делали? Ну, вы знаете, в общем-то, как бы все равно, при том, что у меня есть, я активный человек, не развольня какая-то, да? Но у меня вот, например, как сегодня, вот, то ли это желчь выбрасывает, я не пойму, почему так. Так, поела квашу, квашу, так? Угу. На основе... Я понимаю, творог, да, творог, да, все понял, да. Да, творог из, значит, хлопьев разных. Угу. И через некоторое время прямо скрутило живот, и в течение дня вот прямо уже несколько раз пять как-то сбегал, то есть раздражает вот кишечник, меня вот это как бы беспокоит. Вроде бы ничего-ничего, но мы закончили перед самым Новым годом. То есть... Сейчас как бы старая, хотели все к вам перезвонить, никак не получалось, вот сегодня дозвонились. Понятно, значит... Вроде бы и ничего, вроде бы и ничего, потом раз, вот так срываешься, вот на... Нет, ну какие-то изменения в организме произошли или нет? Ну, я вот так конкретно не могу сказать, прошли или пришли. Но я думаю, что все равно как-то получше стало. У вашего мужа точно получше стало? Ну да, но у него немножко другая картина. Может быть, нам нельзя, не надо, вернее, вместе, но... Значит, послушайте меня, пожалуйста. Сколько... Секунду, послушайте меня, пожалуйста. Потому что времени у нас немного все-таки в эфире. Остается. Значит, вы... Ответьте, пожалуйста, сколько вы пьете воды? Ну, полтора литра пью. Так, только воды? Только, да, воды, только воды. Без чая, без... Хорошо, скажите, пожалуйста, извините за вопрос. Сколько лет? Я 52-го года рождения, а муж 51-го года рождения. Ой, 52-го, и значит... Ну, 67-68. 67-68, молодые люди еще. Так, замечательно. Лишний вес? Ну, килограмма 3-4. Ну, внешне я выгляжу, даже люди говорят, что-то такая худая стала. Не обращайте внимания на то, что говорят люди. Особенно это часто говорят те люди, у которых килограмм 15 лишних, 20. А то и больше. Значит, вы начинаете сейчас совершенно твердо, не пытайтесь лечить себя, вы сейчас, вы, все, что вы мне рассказали, это была попытка себя лечить. Не в этом дело. Значит, две недели, две недели усиленно пьете, значит, 67 лет, 67 лет, где-то 2 литра воды вы должны выпивать. Дальше. Теплую воду пить, она как-то лучше пьется. А, не понял. Можно теплую воду пить, она как-то лучше пьется. Ну, пожалуйста, 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 можно теплую воду. Хорошо. Пожалуйста, но только не смешивать воду с едой, ладно? Не, не, я поняла, это я поняла. Не да. Теперь, еду сократить. Можете есть хоть 5 раз в день, хоть 6 раз в день, но по 100-150 грамм. Одно блюдо за одну еду. Хорошо. Дальше. В еде обязательно должны присутствовать несколько вещей. Значит, салаты и капуста в разных видах. Это все ем потихоньку. Хрен. Хрен. Хрен едим. Добавляйте себе, да. Обязательно рыба и мясо, обязательно, понемножку. Вместе вот с таким вот овощным гарниром, вот вам и получается где-то 150 грамм за одну еду. Хорошо поняла. Ни в коем случае не есть раньше, чем через 4 часа после еды. Вы должны приучить себя к тому, к чувству голода. А скажите, а 4 часа, вот то, чтобы у меня нет желчного пузыря, это нормально? Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Понимаете, проблема вся в том, что удаление желчного пузыря приводит к тому, что, к сожалению великому, вы не можете регулировать поступление желчи в кишечник. Понимаете? Ничего страшного. А то, что если желчь у вас часто начинает выходить, то никаких проблем на этот счет нет. Более того, скажу вам, что есть ситуации, когда человек практически годами принимает ножпу, может принимать ножпу, по 2-3 таблетки 3 раза в день. И ничего не происходит. В силу того, что у него есть спастика. Поэтому, то, что я называю рассеянной ишемией, у вас она присутствует во всей красоте и чистоте. Значит, с едой вам понятно? Мне понятно. Но иногда, так как у меня же сахар тоже бывает прыгает, иногда бывает, что вот эти 4 часа трудновато выдержать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, с диабетиком все ясно. Понятно? Это первое. Это вот самое начало. И дальше вы, пожалуйста, привычайте себя к воде. Чрезвычайно важно. Дальше. С едой тоже. Дело все в том, это касается и диабетиков. Я думаю, что еда должна поступать тогда, когда она действительно требуется организму. У диабетиков это более ясно, более как выражено. А вот у вашего мужа... Ложное чувство голода. Потому что не думаю, что он в 68 лет своих, понимаете, как это называется, тратит ту энергию, которую получает из питания. Потому что мы страдаем от того, что переедаем в первую очередь. Вот чем вся штука. Поняла, поняла. В первую очередь. Пожалуйста. Поэтому раньше четырех часов не кушать. Дальше. Это вот 5-6 раз одно блюдо за одну еду. Понятно? Понятно. Это очень важный момент. Салат же входит в еду? Салат же входит в одну еду? Конечно, конечно. А как же? А как же? Обязательно. Причем обязательно. Теперь, пожалуйста, уберите из еды, уберите даже то, что я очень люблю сам, квашу. Убрать? Она вам не нужна. Пока. Понятно, да? Поняла. Теперь смотрите, мы должны максимально создать условия, при котором, извините, все, что касается ваших почек, чтобы они работали как надо, чтобы печень у вас работала как надо, а самое главное, вам нужно, ну как вам сказать, самая главная проблема ваша – это капилляры. Да, да, да. И капилляры, и вслед за этим, в силу того, что у вас там холестерин сколько был? Ну, он скачет 9,32 был, 8 с чем-то, 7,60. Сейчас вот холестерин, значит, летом был 7,75, а в октябре был, 23 октября, 8,4. Понятно. А вы проделали вот эту вот ножку с лаколом, а вы проверили, что у вас с холестерином получилось? Да, а он немножко понизился, просто у меня этого анализа на руках нет, карточки нет. Понятно. Там около 7 получился, 6,69, что ли. То есть, понизился и солидно, да? Да, да, да. Вот теперь смотрите, пожалуйста, вот для того, чтобы у вас дела шли, вот тут мы должны избегать, ну, как бы прямых, таких вот, типа лекарственного воздействия. Я имею в виду даже травы, я имею в виду таблетки, все остальное. Естественно, вы не можете не принимать те препараты при диабете, которые вам назначены врачом. Вот тут... У меня только один препарат, глюкофаж лонг, то есть это метформин, все, другого я ничего не принимаю. Все понятно, все понятно. Пожалуйста, значит, по поводу этого препарата ничего не могу сказать, но обязательно вот такой состав, который вам нужен по травам. Это лист черной смородины, это петрушка, дальше. И корень лопуха. Корень лопуха, хорошо. Значит, лист черной смородины за 30 минут до еды. Петрушка за 15 минут до еды. И лист черной смородины во время еды. Корень лопуха во время еды? Да, да, простите, да, корень лопуха. Причем, знаете как, его сделайте последним в еде. То есть как бы покушали и отваром кормила лопуха запили прямо сразу. Хорошо. Понятно? Поняла. А в еду не буду говорить, не знаю, потому что мне кажется, что вам бы очень, очень бы это надо было, в силу того, что довольно такое сложное состояние у вас по слизистой желудочно-кишечного тракта, ну в силу того, что не регулируется подача желчи, особо то, что у вас гастрит поверхностный, это значит вообще слизистой в этих зонах кишечника вообще отсутствует. Поэтому, пожалуйста, если можно, то, пожалуйста, костный бульон. Костный бульон. В костный бульон. На каких костях? Куриных или говяжьих? На каких вам удобнее? Хорошо. Просто помните, что куриные кости варятся 24 часа непрерывно. Единственное, на ночь как? Оставить, а потом прибавить это время, да? Можно так, да. Дело не в этом. Да, можно так, но очень сильно его сохраняет тепло. Да, укутывать надо очень сильно на перерыв. Поняла. А потом все просчитывать. Поняла. Значит, кости крупной скотины, там свиные кости или говяжьи кости, мелкие старайтесь брать, мелкие суставчики. Хорошо, хорошо. Понятно? Трубной нет. Понятно. Обязательно. С каждым бульоном, даже если он будет превышать, скажем, до 200 грамм в качестве еды, но выпивать обязательно 100 грамм каждую еду. 100 грамм. Добавляйте обязательно по готовности, добавляйте желатин. Желатин еще в готовый холодец добавить, да? Да, 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 обязательно. Понятно? Понятно, понятно. Значит, теперь смотрите, вот эти травы вы пьете две недели, железно. Костный бульон можете продолжить до месяца. Ничего плохого, кроме хорошего, не будет. Поняла. Лучше станет кожа. Хорошо. И первое, это вот в обязательном порядке. Вот такая мягко, спокойно, еда, питание. И вот эти травы, которые я вам сказал, они просто необходимы. Они приводят к тому, что организм начинает вводить в дело спокойно, как бы усиливая детоксикацию в организме естественными путями. Вот это самое главное. Понятно? Я поняла, Анатолий Фимович. А дальше после этого как? А вот после этого, извините, пожалуйста, тогда уже звоните после этого еще раз. Может, у вас вот это займет все месяца полтора. Пожалуйста, звоните обязательно. Понятно? А ванны солевые можно делать, да? Солевые ванны в обязательном порядке. Извините, что не сказал. В обязательном порядке. Через день. 500 грамм соли на ванну. Комфортная, не горячая, не холодная. Комфортная. Понятно? Понял. Это обязательно. Анатолий Фимович, а вот... Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы говорили как-то последний раз про контрастный душ, а его вместе с головой делать? Конечно, а как же. Но вам пока не надо этого. Пока не надо. Пока не надо, да? Да, с учетом ишемических проблем в коре головного мозга, то, что у вас есть. Я правильно понимаю? Ну, вы знаете, у меня... Почему я так поняла? Ну, во-первых, у глаза вот эта деструкция... Я понимаю, вот пока, пожалуйста, пока этого не надо, ладно? Хорошо, хорошо, да. Просто солевые ванны, это и все остальное. Я недаром сказал, что надо побеспокоиться о том, чтобы естественные процессы очищения организма запустить их. Вот это мы и делаем. Все понятно? Хорошо. Светлана Александровна, ради бога, у нас остается 30 секунд. Все, всего вам доброго, спасибо огромное. Понятно, понятно, да? До свидания. Понятно, по крайней мере. Спасибо. Все, все понятно, спасибо. Сейчас, Светлана Александровна, еще одну секунду. Значит, обязательно мужу, муж должен делать вот эти солевые ванны в обязательном порядке. А у него, знаете, трофическая язва, не знаю, он трудно переносит воду, а когда открывается трофическая. Трудно переносит воду, а вода ему как раз очень-очень нужна. Ладненько, хорошо. Об этом дальше подумаем. Всего доброго. До свидания. Есть вот этот рецепт трав, который вы получили, мужу обязательно. Друзья мои, я заканчиваю на сегодня передачу. Все, благодарю вас. Помните, следующий эфир через неделю. Я готов буду отвечать на ваши вопросы.